Хабиб ибн Зайд Аль-Ансари Да будет благословение Аллаха вам и всей семье, да смелости виться Аллах над всеми вами. И соболезнование посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям, всей семье Хабиба. В каждом уголке этого дома ощущается приятный аромат веры. Чело каждого его обитателя отмечено стремлением к пожертвованию и жертвенности. Именно в этом доме вырос и возмужал Хабиб ибн Зайд Аль-Ансари. Его отец Зайд ибн Ассам был одним из лучших мусульман Ясриба. Он был также среди тех первых семидесяти мусульман, которые в Аль-Акабе присягнули на верность лично посланнику Аллаха, алей-иссаляту ассалям, пожав его руки. При этом Зайдом были его жена и родители. Мать Хабиба, умма Мара Насиба Аль-Мазиния, стала первой женщиной, взявшей в руки оружие для защиты религии Аллаха и посланника Аллаха Мухаммада, алей-иссаляту ассалям. Его брат Абдулла ибн Зайд спас от верной гибели пророка, алей-иссаляту ассалям, заслонив его своей грудью в битве при уходе. Как-то посланник Аллаха, саляллаху алей-иссалям, сказал им даже следующее. «Да будет благословение Аллаха вам и всей семье, да смело стивится Аллах над всеми вами». Ещё в ранней юности в сердце Хабиба ибн Зайда проник божественный свет, навсегда утвердившись в нём. Вместе со своими матерью, отцом, дядей и братом, Абибу было суждено отправиться в Мекку, чтобы в составе 70 лучших и самых славных людей сделать свой вклад в сотворение истории ислама. Он протянул свою маленькую ручку и присягнул на верность посланнику Аллаху алей-иссаляту ассалям в Акаби под покровом глубокой тайны. Начиная с этого дня, посланник Аллаху алей-иссаляту ассалям стал для Хабиба более любимым человеком, чем мать и отец. Ислам стал для него дороже собственной жизни. По причине малого возраста Хабиб ибн Зайд не участвовал в битве при Бадре. По той же причине ему не выпала честь сражаться в битве при Ухуде, поскольку в то время он ещё не мог носить оружие. Но возмужав, он принимал активное участие во всех походах посланника Аллаха алей-иссаляту ассалям, повсюду проявляя свой героизм, готовность к самопожертвованию и завоёвывая славу. Однако при всём величии и грандиозности этих событий, они явились преамбулой и серьёзнейшей подготовкой другого крупнейшего события, речь о котором пойдёт далее. Этот рассказ потрясёт вашу совесть, точно так же, как потряс совесть миллионов мусульман, начиная с эпохи пророчества и вплоть до наших дней. Несомненно, история Хабиба поразит тебя, услушатель, подобно тому, как она поражала людей во все времена. Так выслушаем же это жестокое повествование с самого начала. К 9-му году по хиджре окрепла основа исламы, стали могучими его корни из толпы. Со всех концов Аравийского полуострова в Йесриб потянулись многочисленные арабские делегации, чтобы встретиться с посланником Аллаха алей-иссаляту ассалям и лично объявить ему о принятии исламской веры и присягнуть на верность и повиновение. Среди этих делегаций была и делегация племени Бану Ханифа, прибывшая из Верхнего Наджда. Оставив своих верблюдов в пригородах Медины, делегация поручила присматривать за ними одному из своих людей по имени Мусайлема ибн Хабиб Аль-Ханафи. Все остальные отправились к пророку алей-иссаляту ассалям, где объявили ему о переходе их и всего своего племени в исламскую веру. Посланник Аллаха саляту алей-иссалям с почестями встретил их и оказал им большое гостеприимство. Он повелел одарить каждого человека в делегации, в том числе и того, кого оставили присматривать за верблюдами. Не успела делегация вернуться к своим жилищам в Наджде, как Мусайлема ибн Хабиб стал вероотступником. Встав перед людьми, он заявил им, «Я являюсь пророком, посланным Аллахом племени Бану Ханифа, подобно тому, как Аллах послал Мухаммада ибн Абдуллу пророкам к племени Курайш». Люди племени начали постепенно сплачиваться вокруг Мусайлемы, побуждаемые разными причинами, важнейшее из которых заключалось в их крайнем национализме. Один из людей племени даже сказал, «Могу засвидетельствовать, что Мухаммад является истинным пророком, а Мусайлема лжец, но лжец племени Рабиям не милее, чем правдивый человек из племени Мудар». Когда Мусайлема достаточно окреп, приобретя силу и многих сторонников, он написал послание пророку следующего содержания. «От посланника Аллаха Мусайлемы к посланнику Аллаха Мухаммаду. «Мир тебе! Итак, я был приобщен к пророческой миссии наряду с тобой, будь же половина всей земли принадлежит нам, а другая половина к Урайшитам, хотя они и творят беззаконие». Затем он отправил это послание с двумя людьми. Когда пророку саллиллаху алейху ассаляму прочитали его, он воскликнул, обращаясь к посланцам, «А вы что скажете на это?» Оба они ответили, «А мы скажем так же, как он сказал». Тогда посланник Аллаха алейху ассаляму сказал им, «Клянусь Аллахом, если бы послов можно было убивать, то я отрубил бы вам головы». Затем он написал Мусайлеме послание следующего содержания. «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, к лжецу Мусайлеме, мир тем, кто следует истинным путем. Итак, вся земля принадлежит Аллаху, а он оставляет ее в наследство тому, кому угодно ему из его рабов, а победа будет за праведниками». Затем с этими людьми он отправил послание Мусайлеме. Зло и смуты, творимые лжецом Мусайлемой, возрастали, и посланник Аллаха алейху ассаляму счел необходимым направить ему новое послание с требованием прекратить творить зло и одуматься. Вручить это послание Мусайлеме он поручил герою нашего рассказа, Хабибу ибн Зайду. В то время это был цветущий и дышащий молодостью юноша, преисполненный верой в Аллаха от головы и до кончиков пальцев на ногах. Без проволочек и колебаний Хабиб ибн Зайду стремился выполнять поручения посланника Аллаха алейху ассаляму. Он преодолел немало горы долин, пока добрался до территории, где проживали Бану Ханифа в Верхнем Наджде, и вручил послание Мусайлеме. Едва Мусайлема прочитал послание, как его грудь преисполнилась злобой и ненавистью, а зло и коварство исказили его некрасивое, отливающее желтизной лицо. Он приказал заковать Хабиба ибн Зайда в кандалы и привезти к нему на следующее утро. На другой день Мусайлема возглавил собрание своих приспешников. Справа и слева от него сидели главные безбожники из числа его последователей, а тем, кто был рангом пониже, было разрешено присутствовать на собрании. Затем Мусайлема повелел привезти Хабиба ибн Зайда, который вошел к нему, тяжело передвигаясь с кандалами на ногах. Во весь рост с гордо поднятой головой, Хабиб ибн Зайд встал в центре этого злобного сборища, подобно стальному копью безукоризненной племизны. Обратившись к нему, Мусайлема спросил, «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха?» Хабиб ответил, «Да, я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха». Поперхнувшись от злобы и гнева, Мусайлема спросил, «А свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» Хабиб язвительно ответил, «Мои уши глухи к твоему вопросу». Мусайлема изменился в лице, а губы его задрожали от гнева. Он приказал своему палачу, «Отрежь кусок его тела». Взмахнув мечом, палач отсек кусок тела Хабиба, и он упал на землю. Мусайлема повторил вопрос, «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха?» Хабиб ответил, «Да, я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха». Мусайлема спросил, «А свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» Хабиб ответил, «Я же сказал тебе, мои уши глухи к твоему вопросу». Мусайлема приказал отрубить еще один кусок тела Хабиба. Палач сделал это, и второй кусок упал на землю рядом с первым. Взгляды всех присутствующих были устремлены на Хабиба, настолько они были поражены его стойкостью и мужеством. Мусаэлема продолжал задавать свои вопросы. Палач рубил тело Хабиба, а Хабиб продолжал отвечать. «Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Уже почти половина его тела превратилась в куски, разбросанные по земле. Но он продолжал говорить то же самое. Наконец, душа покинула Хабиба, но на его праведных губах было имя пророка, которому он пристегнул на верность ночью в Аль-Акабе. Имя Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Печальную весть о смерти Хабиба сообщили его матери Насиб Аль-Мазинии, которая сказала только «Именно к этому подвигу я и готовила его. Я безропотно принимаю его гибель во имя Аллаха». Совсем маленьким он пристегнул на верность посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, когда-то ночью в Аль-Акабе, и до конца выполнил свой долг, уже будучи взрослым. «Если Аллах позволит мне встретиться когда-нибудь с Мусайлимой, то я сделаю так, что его дочери будут хлопать себя по щекам в знак траура по нему». Недолго пришлось ждать Насибе заветного дня. Вскоре Муадзин Абу-Бакра возвестил в Медине, чтобы правоверные поднимались на войну с лжепророком Мусайлимой. В рядах выступившей в поход мусульманской армии находилась Насиба Аль-Мазиния и её сын Абдулла ибн Зайд. В славный день Аль-Ямама все видели Насибу, которая, подобно свирепой львице, крушила ряды врагов, восклицая «Где же враг Аллаха? Покажите мне врага Аллаха!» Наконец она пробилась к нему и обнаружила Мусайлиму, распростёртым на земле, а мечи мусульман были испачканы его кровью. Насиба обрадовалась, а её душа пришла в умиротворённое состояние. А почему бы и нет? Разве Всевышний и Всемогущий Аллах не отомстил за смерть её праведного и добросердечного сына, его коварному и злобному убийце? Разумеется, да. Каждый из них ушёл к своему владыке, но один попал в рай, а другой — в адское пламя.